привет друзья я рад приветствовать вас на канале капитан гермаль как вы уже знаете мы уже показывали видео с нашего атлантического перехода у нас была проблема с рулевым управлением собственно вот то с чем мы сейчас столкнулись то есть у нас троса которые управляют радаром были оборваны поэтому мы сегодня занимаемся тем что мы чиним вот эти вентиляторы погнали так это на кокпит вы видите все рундуки просто вывалены и если вы помните я вам говорил что у нас порвался на переходе трос рулевого управления показываю как это работает вот трос который держится он ржавый поэтому я не знаю почему но придется это заменить далее вот видите трос и внизу покажу вот ролик и вот в этом роль вместе в этом где ролик он там лопну короче сейчас я снимаю его и несу на переобжимку будет новый трос что делать вот эта штука такая ржавая и вот край троса который лопну непонятно почему цепь на самом деле нормальная просто ее нужно взять отмыть ничего в ней фатального нет то есть получится поменять хорошо на трос увы так вы видите цепи ту нам отмыли ее нужно покрыть будет только смазкой такой хорошей смазкой все она готова ну и соответственно кабель который был порван вы помните его вам показывал такой вот он такой красивая штучка это красиво обжали короче надо будет ставить теперь эти кабеля на место без рулевого тяжело проверить вот вот эти ролики в которых порвался которых порвался трос проверяем чтобы они крутились они крутятся хорошо это 1 и 2 до крутятся они отлично фух ну что теперь просто берем троса и одеваем так далее у нас есть вот такая вот грязюка мазюка короче это гриз который используется для лебедок клюмар обычная обычный гриз не за русские называются но это неважно и мы берем и мажем этим гризом нашу цепь вот она такая жирная стала это для того чтобы она себя чувствовала хорошо на роликах и также сейчас вот этой вот гризом берем его и вот жирными пальцами начинаем мазать 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 короче вот этот весь трос для того чтобы одеть правильно троса нам нужно выставить рули в нулевое положение здесь у нас есть изолента которая говорит о том что вот у нас 0 вот на втором руле я сделал также идемте его покажу для того чтобы выставить 0 на автопилоте я включил на радаре я включил автопилот и поставил ему нулевое значение вот это здесь видно вот но то есть я могу повернуть руль влево руль справа но нам нужно выставить ему 0 вот здесь стоит 0 ну и соответственно и соответственно вот тут можно посмотреть как она выставлена в ноль вот сейчас 0 вот смотрите что будет если я буду крутить влево вправо видите то есть она вот идет влево вправо и вот я выставляю в нулевое положение вот у меня сейчас 0 соответственно вот эта штука в нуле и вот эта троса руля я их полностью ослабил для того чтобы была возможность надеть цепь на шестеренку которая идет на самой оси руля присута не выдавлены полностью вперед один и второй и сейчас начинаем одевать троса и цепи для того чтобы потом всю эту систему собрать номер хорошо собираем теперь цепь берем вот это звено его вставляем вот сюда ну и соответственно одеваем цепь одеваем звено со второй стороны и потом одеваем вот такую вот заглушку это как раз вот она нужна для того чтобы блокировать цепь то есть мы берем плоскогубцы скользкие и вот так вот ее надеваем все у нас получается сама система вот так вот она собрана одета сюда ну и для того чтобы она там лучше смазана было сейчас я сюда еще в это звено набью гриза набью этой смазки а я уже показывал как она выглядит сюда с двух сторон так все теперь с этой стороны мы дальше собираем этот же замок только для нашей уже второй части которую нам чинили заранее гризом сюда больше гриза не меньше вот сюда его надеваем добавляем еще гриза с этой стороны цепь обратную часть вот ну и соответственно заглушку все такое с этой с этой смазкой такое скользкая вообще все вылазит из рук все вот у нас получилось закрытая цепь с двух сторон вот трос цепь здесь будет ходить ролик руля так как руле у нас в нулевом положении сейчас я его одену на этот ролик и сделаю точно такую же процедуру с обратной стороны вот так все одевается главное выставить его ровно посредине если чуть-чуть она будет вот хорошо если она чуть-чуть будет не посредине там буквально на там пол звена ничего страшного не произойдет сейчас я попробую одеть конечно ровно теперь наверное нет короче вот так вот можно сказать ровно круче все эта система собрана теперь собираем ее на другую сторону вы видели мы начали одевать уже троса и сейчас я обнаружил вот такую вот неприятность вы видите вот трос распушен это значит что этому видите вот трос какой распушен то есть это значит что ему все это уже труп и хорошо что мы это заметили сейчас потому что если это вот это место в котором бы опять лопнул трос но мы эти выбрасывать не будем мы их оставим сделаем точно такие же и в случае какого-то аварийного там права порвать порвавшегося троса у нас будет один на замену но это уже все это уже обычно в мусорное ведро все это уже есть вот 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 Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok она ходит но это выработка вот этой втулки и вот этой вот втулки сейчас я вам покажу поближе это мы будем чинить должен перри перейти океан мой товарищ он привезет нам эти запчасти и мы будем ставить это опять будем все разбирать но это уже другая история совершенно и это мы будем показывать позже а сейчас я вам расскажу про то что на что нужно обращать внимание когда делаются троса поэтому моя рекомендация когда вы начинаете заказывать троса нужно либо вымереть полностью ровно тот размер который вам нужен либо вот так играться как и мы и не факт что вы попадете с первого раза нужно быть к этому готовы это может быть по пандос на деньги а может быть просто на время то есть этот момент нужно учитывать и старайтесь заказывать с длинной резьбой друзья спасибо за то что смотрите нас мы и впредь будем развивать нашу рубрику показывать какие-то интересные моменты и хитрости связанные с ремонтом и жизнью на яхте оставайтесь с нами не забывайте ставить лайки и до встречи в море и и и и и Субтитры подогнал «Симон»